всем привет всем привет подсоединяйтесь в этом стриме я буду отвечать на ваши вопросы которые вы мне спонтанно позадавали сегодня вещаю не только я но и мои кошки потому что я тут в зале сижу вот теперь я может быть чуть-чуть еще наклоню я каждый раз придумываю новый сеттинг чтобы вы видели больше чем только мою голову когда так далеко я же ничего не вижу уйо с вами сегодня дима и гости этой программы например багира багира это кошка кошка багира багира представьте дело в том что она черная черная лежащая на черном диване тебе все продолжает сниться что я отлыбать а прикольно кто-то хочет быть со мной в видео это случайно или все таки на самом деле я вообще-то хотел бы как-нибудь я уже вообще-то предлагал сделать видео совместное видео с кем-нибудь чтобы провести например такой вот живой коучинг например методом байрон кейти которым я сейчас очень сильно который я очень интенсивно изучаю и уже забиты все бесплатные коучинг-сессии вот но вот так вот в прямом эфире стрим ну знаете например смысле коучинг если вы об этом говорите то то это например можно сделать так что вы заводите фейковый аккаунт просто аккаунт на инстаграме же можно ограниченное количество аккаунтов создавать и переключается между ними очень легко и быстро можно вот и вы можете даже сделать так что вы сидите против света например что вашего лица не видно вот слышно только голос шуба у меня три кошки вот кошка например которая черная на черном фоне это багира 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 багире много-много лет она уже как катя называет бабушка она часто жалуется на жизнь возмущается честно мурлычу слышно вот да немножко хромает немножко возмущается но очень пушистая еще у нас есть еще две кошки все я вам покажу еще две кошки не спрашивали но я покажу вот например кошка ой кошка лев шуба ну шуба ну зачем ты чешишься когда я тебе покажу она на камера немножко не очень хорошо настраивается сейчас вот она сейчас побрита немножко это оранжевая это желтая а вот сурикат или шипучка сурь 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 покажись ты красивая у нас шуба все ходит входит в кадр вот это сурикат да ну вот такая да в общем сегодня я буду отвечать на ваши вопросы а вы вы несколько задали ой вот и может быть кто-то из вас захочет такой вот в прямом эфире коучинг тогда пишите мне в в директ и мы договоримся о конкретном дне то есть не сейчас сегодня а на конкретном дне вот и байрон кейти метод тот который я предлагаю да здравствуйте итак сегодняшний стрим это ответы на ваши вопросы вы уже несколько задали поэтому я по ним пройдусь в общем один из вопросов задали значит ну как предложили тему как насчет улучшения паса или проведение поведение себя в обществе чтобы тебя воспринимали в соответствии с желаемым гендером я бы так да 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 произнес вопрос ну соответственно там где пишут вопрос там мало места и поэтому да вот а как улучшить пас ну начнем с того что речь конечно идет либо до загт либо в самом начале загт либо какое то время пока еще ты блин ни рыба ни мясо и в этом вся и сложность заключается паса вот может быть не поверите но мне до сих пор меня до сих пор мисс гендерят по телефону когда я не думаю не задумываюсь над тем как звучит голос я вероятно говорю вот таким голосом когда я говорю вот таким голосом и даже если я представляю телефон все равно думаю что я девушка и и поэтому я стараюсь думать о том что эй у меня уже опустился голос мне не нужно его специально искусственным образом завышать а я это делаю я это делаю не ну не специально это делает мой мозг потому что он привык слышать определенные тональности вот здесь между ушами то есть не знаю так вот значит как как улучшить пас привет привет значит если у вас нет бороды у вас еще не опустился голос то нужно значит первое что нужно сделать это нужно покупать одежду в мужском отделе я сейчас говорю про транс парней транс девушки если вы можете переводить это все наоборот если для вас это работает я очень рад если нет сори я мало мало знаю о пасе транс девушек хотя я сделаю небольшое маленькое отступление мы с Катей вчера ехали в автобусе и с нами ну что вы там шипите зашла в автобус транс женщина такая большая знаешь там метр восемьдесят семь рост такая такая большая вот во все стороны большая вот и она значит на ней парик черный на ней такая одежда немного мешковатая и ну по ней видно что это транс женщина но она настолько естественно в своем ну вот и в поведении и вот во всем что я был прям ну я был рад за нее и Катя тоже так порадовались так что хорошо что она не перекомпенсирует и не старается переплюнуть или как-то знаете не слишком сильно старается чтобы пас был хороший то есть она просто выглядела очень естественно то же самое для транс парней не надо слишком сильно стараться наверное всех для всех подходит если вы пытаетесь из себя кого-то строить кем вы по вашему мнению еще не являетесь очень важный момент и тут приходит коуч Дима и говорит вам что когда вы поверите в то в того себя в те свои качества которые вы хотите иметь то вы начнете их излучать вот то есть первое это что вам нужно сделать это что нужно одеваться мужком landsaza это неправильно это второе первое что вам нужно сделать вам нужно поверить поверить что вы если вы транс парень мужик ты блин мужик ты парень и неважно что там говорит, зеркало, или кто-то тебя миссгендерит. Начинать нужно изнутри. Там могут помочь всякие аффирмации и разные другие методы, приходите на коучинг. Но первое и главное, это нужно убедиться изнутри, что я мужчина, и видеть себя мужчиной. Зачем это нужно? Затем, что если ты уверен, что ты мужчина, ты самоуверен, то ты будешь это излучать наружу. Ты не будешь зажиматься, ты не будешь смотреть вот так, сомневаться и в каждом каком-то взгляде ловить усмешку. Кто-то улыбнулся, а ты думаешь, они ржут надо мной. Кто-то переспросил, а ты думаешь, они издеваются, не расслышали, что вы сказали. Или даже, если вы не уверены в себе, то вы и говорите, может быть, тише и менее уверены в себе и так далее. То есть, в первую очередь, нужно работать над самооценкой и над самоощущением. И из этого будет самоизлучение. Тебе слова самоизлучение. Значит, вот, это первое. Из этого будет, соответственно, более уверенный голос, более ровная стройная осанка, более ровный взгляд, то есть смотреть на людей уверенно, ровно. Есть еще такая тема, что особенно те из нас, кто социализированы в женском гендере, а, знаете, вот, учатся для фотографий вот так вот садиться и смотреть, как они говорят так. Это не очень мужская... У него очень мужской взгляд, не очень мужское поведение, да? Вот. То есть, мужчин учат занимать как можно больше места, быть широкими, быть уверенными, ручь вперед, все дела. А девочек учат... Ну, не всегда и везде, но я сейчас, конечно, всегда, ну, как бы, утрирую, да? А вот девочек учат быть такими всякими, немножко более сжатыми, сажатыми, 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 скромными, скромными. Вот. И, соответственно, если будете излучать вот эту вот мужскую энергию, то, что вы в себе постоянно пытались подавлять в течение попыток социализации в женском гендере, вот это все нужно сейчас выпустить. С этого начинается пас. Вот. Привет. Да, девочка учит занимать меньше места. Тема «Я отвечаю на ваши вопросы». Вот сейчас отвечаю на вопрос «Как улучшить пас?». Мне уже задали несколько вопросов, я по ним пройдусь. А вы пишите сейчас как бы то, что я, ну как, вступайте в диалог, я буду реагировать на то, что вы пишете. Надеюсь, не буду пропускать ничего. Но постарайтесь не задавать совсем новых тем, вопросов. То есть мы можем чуть-чуть идти примерно по одной дороге, вот сейчас пас. Если вы сейчас спросите меня про фалопластику или мастектомию, это будет, придется совсем менять тему, это немножко неудобно. Но там были вопросы, по-моему, про мастектомию, можем потом и туда перейти, если захотим. Андрей и кто-то еще хотят быть со мной в стриме. Ну, наверное, не сегодня. И, наверное, вы это случайно нажали. Если кто-то хочет со мной быть в стриме, повторю, пишите мне директ, и мы устроим как-нибудь, например, коучинг. То, что я предлагаю. Вот, на чем я остановился. Так, кто-то пишет. Вчера на меня начали кричать парни из-за того, что на физре я занимался с ними, а не с девушками. В тот момент мне было очень смешно. Хорошо, что было смешно. Добрый вечер. Ой, что-то много пошло. Что-то кроме утяги или груди почти нет. Если груди почти нет. А, да-да, сейчас про одежду скажу. Тяжело быть уверенным с третьим размером груди и выглядеть гордо. Я понимаю. Но! Насчет груди. Насчет груди, ребят. Не только в сиськах дело. Вы понимаете, что у мужиков тоже бывают сиськи. И они их не утягивают. И они у них видны, бывают, через свитер. Реально. Прямо сиськи. И все зависит от человека и от его... От его самоуверенности и самовосприятия тоже. Знаете, бывают такие мужики, которые просто... Да им наплевать, кстати. Мужчинам вообще, в принципе, чаще наплевать на то, как они выглядят, чем женщинам. Ну, то есть, это все социализация. Вот. Требят вопрос. Пожалуйста, дай совет, как научиться отжиматься от пола. Нужно ли поступление в правоохранительную деятельность? Так, это немножко новая тема. Ну, это тоже немножко подходит к пасу. Я скажу еще немного про грудь, да? Значит, грудь, как ее утягивать? Соответственно, если вы уже самоуверенны и так далее. Если большой размер, носить утягу. Да, окей, договорились. Если маленький размер, носить спортивный лифчик. Спортивные майки утягивающие. Ну, такие, знаете, толстые спортивные майки. Я носил две, например. Классно, когда майки, знаете, одна такая, типа как маечка. Видно что-нибудь, не видно из двух вопросов. Когда она досюда. А другая, например, сверху, которая целиком, ну, на всю грудь и живот. Такие есть. Есть плавательные майки. Они такие из очень упругого, толстого материала. Ну, как плавки, знаете. Вот, плавательные трусы такие, которые толстые. Вот такие можно носить под низ. Зимой прикольно, летом жарковато, конечно. Вот. Ну, такие спортивные майки на размер меньше, например. Очень даже неплохо. Вот. Скажи, пожалуйста, как проходить санкнижку каждый год? Ведь мне придется проходить гинеколога, а не уролога. Ой, вообще без понятия об этом. Мне не будут передавливать, если носить две. Да-да, давят, конечно, но... Или просто работают с самоуверенностью. И сиськи, но мужик. Ну, ночью обязательно снимать, конечно. Я утягиваюсь листичным бинтом. Хочу приобрести утягу. Сказал маме, что утяга – это просто топ. Насчет бинтов будьте осторожны. Очень легко случайно слишком сильно перетянуть и не заместить. Вот. Да, в общем, одеваться в мужском отделе, соответственно, да, и покупать одежду из мужского отдела. То есть, например, рубашка должна быть мужская. Она должна застегиваться направо. То есть вы сейчас видите зеркально, вероятно. То есть вот направо-ка, направо. Это важно, потому что они пошиты по-другому. Это не все знают. У мужских рубашек, у них пошив в основном прямой. Хотя у этой... Сейчас я посмотрю. Нет, тут нет. Ну, бывает, что приталены даже мужские рубашки. Но это... Ну, они не то, что приталены, они бывают slim fit. Более тонкие здесь. И это прикольно. В моем случае, потому что я худосочный. Вот. Потому что слишком широкая рубашка выглядит тупо, если... Потому что вы можете выглядеть в ней, как малолетний подросток. Рубашка должна сидеть на плечах хорошо. Вот, до сюда. И рукава, они должны быть слишком длинными. Вот. Если они слишком длинные, нужно их ушивать. Вот. Штаны. Штаны хорошая тема, если они более широкие, прямые. Ни в коем случае не облегающие таз, да, а потом идущие вниз. Иначе будет форма груша, да. Даже если не округлые бедра, если вы купите в мужском отделе мужские штаны не облегающие, то они сгладят. В общем, они сделают ноги прямыми. Я вижу, очень много вопросов уже пошло. Но я сейчас коротко все-таки еще доболтаю, что еще можно... На что еще нужно обращать внимание? Пас. Багир, ну перестань. Багир отрется об штатив. Не читай. Не читай. Вот иди сюда. Лучше поздоровайся с теми, кто новые пришли и тебя еще не видели. Я закрою этот вопрос. Может, вы тогда Багир увидите? Багир, выйди на белый фон. Не читай. Сюда иди. Не читай. Не читай. Так, что еще про пас можно сказать? В принципе, я делал об этом видео как минимум два. И я этот стрим сохраню и подкину ссылочки. Потом на YouTube. Приходите. Вот. Один на PayPal, другой на моем канале я делал. Я перепостил. Ну ладно, не важно. Так. Что еще? Еще то, как вы говорите и то, как вы смотрите. Мужчин больше принято смотреть прямо, ровно, не из-под лоб, а как-нибудь или лукаво. Старайтесь очень однозначно смотреть и однозначные жесты делать. И ровным голосом говорить, желательно низким. Насколько возможно для вас. Я понимаю, что до ЗГТ никакого низкого голоса. Но вы знаете, например, если взять Германа, он всегда говорил вот таким вот голосом. Вот так вот он всегда говорил. Даже не голос, а интонация. Вот такая. У меня вообще интонация всегда не такая была. И даже сейчас я постоянно об этом забываю. Сейчас я конкретно думаю об этом. Стараюсь говорить низко. Но я часто забываю об этом. У меня голос подскакивает. И как будто бы я говорю тогда не из груди. Я сейчас из груди говорю. А где-то вот здесь вот, в горле. И есть целые уроки на голос. Вот. Так. Сейчас я, кажется, отстаю уже от ваших сообщений. Вот. Насчет отжиманий я коротко отвечу. Да, соответственно, можно ходить еще на спорт. Качаться. Это отлично помогает пасу. Вот. Потому что я еще до ЗГТ. У меня были накачаны плечи и руки. Накачаны грудь. У меня был сикс-пэк всегда. Так что, ну, это помогает просто. Если у вас нет времени на спорт. У меня впервые в жизни сейчас нет времени на спорт. Потому что маленький ребенок. И хотя я сейчас и работаю уже даже меньше. Но нифига нет времени на спорт. Но я занимаюсь спортом каждое утро. У меня утренние рутины. Вот. Вам, не знаю, интересно. Вроде бы было интересно. Я как-нибудь, наверное, сделаю об этом, не знаю, стрим. Могу сделать стрим. Кто-то, может быть, интересуется. Я бы сделал утренний стрим. Немножко надо посмотреть, как с ребенком будет. Потому что я все время с ним. А вот. Да. Вот такое. Такие мои советы насчет паса. Сейчас я прочитаю, что вы писали. Потому что вы много написали. Я не хотел взбиваться. У меня есть знакомый пацан. ФТМ. С грудью. Не утягивается. Не парится вообще над этим. Никто ни разу не сомневался в том, что он парень. Да-да. Ох. Я знаю, знаете, столько парней. Я сейчас уже давно не смотрю ребят на ютубе. Вообще, раньше очень много смотрел. ФТМ. Каких-нибудь американцев. Вот. И я помню, был один чувак. Он вообще не заморачивался. Он качался. И у него была грудь. Ну, там, нулевка размер. Да. Но, тем не менее. А это грудь. Ее видно. Он снимал майку и показывал. Вообще не стеснялся. Вот. Но ему было, как бы, пофиг. И бывают, знаете, есть, например, мужчины. То есть они, ну, на лицо мужчины. У них грудь большая растет из-за гормональных других обстоятельств, чем у нас. То есть, например, это интерсекс. То есть у мужчин это некорректно говорить на самом деле. Только если они себя сами позиционируют. Так. Вот. Но я однажды, даже не однажды. Ну, просто у меня сейчас вспоминается одна конкретная ситуация, когда мужчина с огромными сиськами. Ну, размер, наверное, где-то, я не знаю, русский размер, третий, наверное, четвертый. Никаких утяжек, никаких лифчиков, никаких маек. Просто футболка сверху. Просто вот. Ну, он такой. Тела все разные. Вы понимаете? Просто намного важнее, как что вы излучаете. И я понимаю, что ему, вы можете возразить, что ему же легче, потому что он, у него лицо мужское. То есть, ну, на вид. Если он, конечно, хочет излучать мужскую, ну, чтобы к ним обращаться как к мужчине. Я не знаю конкретно, если это интерсекс-человек, у него может быть другие взгляды, потребности. Но, да, если вы возразите, что кто-то из вас, кто транс-мужчина, у вас еще нет, лицо еще не имеет достаточный, не имеет достаточный мужской паттинг, то можете сказать, что, ну, да, ему-то легко, в кавычках, да. Да. Ну, знаете, в крайнем случае, кстати, за вы волосы можете постричься, постричься, говорить пониже, одеваться в мужскую одежду, более как-то, более или менее утягивать или носить там какой-то более облегающий под низ одежду, а сверху мешковатую, более или менее мешковатую одежду. И тогда все вместе общая картина важна, да, общая картина будет намного больше совпадать с тем, что люди привыкли как в первый момент видеть, что это, это чел М, а не Ж. Люди же в основном такие хоп-хоп-хоп, фильтруют всех, просто идут, знаете, через толпу, вы когда идете, пообращайте на себя внимание, идут через толпу, и даже если специально об этом не думаете, вы все равно людей засовываете в ячейки. М же, М же, М же, М же, старый, молодой, красивый урод, ну, во всякие разные ячейки, это были совсем простые ячейки, бывают другие ячейки, нравится, не нравится, вот, и если вы сделаете все, как я до этого сказала, то вы, в принципе, чаще всего, не знаю, 90% случаев, будете засунуть в ячейку М, и все. Да, конечно, если люди начинают говорить с вами, у вас там очень высокий колос и так далее, может быть, тогда они будут коррегироваться в неправильную, так сказать, сторону, но вы очень много можете сделать, уже буквально соблюдая вот эти советы. Советы. Мяу. Что будет, если сильно перетянуть грудь бинтом? Просто было такое, ребра можно себе сломать, можно дыхание, недостаточно кислорода будет поступать в мозг, потому что вы будете дышать слишком плоско, можно, правда, повредить ребра, это опасно. Не надо с этим шутить. Я бы хотела носить утяжку, но пока что тягиваю бинтом, смеюсь над своим лишним весом. Подруги говорят, что я не толстый, а просто накачанный. Это же дело... Смотри, как посмотреть, да? Лучше смотреть с позиции, которая больше устраивает. Смотрю стрим и готовлю печеньки. Здорово, печеньки. А сейчас ведь масленица, да? Потому что мы такие... У нас сейчас неделя карнавальная в Германии, вот, и это одновременно, я так понимаю, означает, что... Ну, тут едят какие-то, знаете, такие пончики, типа, знаете, как... Ну, пончики, короче. Как они называются по-русски-то? То, что донатс Гома Симпсон ест, да? ГМР. Только без дырочек внутри, без дырочки внутри, а этот пончик, сверху сахарная пудра. Вот это здесь едят на масленицу, так называемую. Вот. А мы наготовили блинов, я тут стори шерил, на кефире. И что-то от них так же вот пучит жесть. Так что сегодня у меня пауза на блины. Вот. Чего-то я отвлекся. Так. Но на нем, на нем... А, печеньки. Вот почему. На нем грудь почему-то не выглядит лишней, выделяющейся. Опять же, вполне может быть, что все дело в самоощущении. Да, я думаю, что дело в самоощущении и в самоподаче. И в осанке. Грудь и грудь. Какая, блин, разница в грудь? Ну, вот. Мама мне даже в сторону мужского отдела смотреть не дает. Говорит, ты же девочка, будь женственной. Бесит. Вот. Ну, это, конечно, зависит от твоего возраста. Но что значит не дает смотреть? Она вот так делает? Иди, смотри. И чем чаще будешь туда ходить, тем больше она будет привыкать, быстрее привыкнет, что ты туда не только смотришь, но еще и ходишь. А потом вообще, может быть, будешь покупать себе одежду сам. Мамы в основном хотят, чтобы их дети были счастливы. А если мы, дети, будем показывать им, что мы счастливы, то у них, ну как, они постепенно будут свыкаться. То есть нам надо тоже еще и понимать, что они хотят. Почему они говорят, ты же девочка. Они не знают, как иначе можно нам помочь. Они думают, что это заблуждение, что мы делаем в себе что-то плохое. И хотят для нас хорошее. Вот. И, знаете, еще такая тема. Вспомните, если вас не принимают ваши, там, кто угодно, вспомните себя, когда вы себя сами не принимали. А это время было точно. Оно всегда есть. То есть есть какое-то время, когда ты там понимаешь, что-то я отлучился этим. Ну да. Но я все-таки скажу. Когда ты понимаешь, что ты не в своем теле, да, типа. Вот. И пытаешься жить, как ты себя чувствуешь. Вот. Но пока ты ребенок, если это в детстве проявляется, да, на тебя как-то не сходить над этим относятся в основном. Вот. Ну, а потом начинает постепенно забивать, затягивать в рамки Ж. Да. Вот. И начинают всякие комплексы, все дела. Ах, да. Вот. Но потом начинается какое-то время в жизни, когда ты рубаешься, что ты транс. И ты начинаешь противостоять этому. И ты начинаешь трансфобить себя же. И начинаешь задавать себе вопросы всякие, странные, по типу, зачем оно мне, а не вредит ли оно мне, и так далее. И какое-то время не принимаешь себе себя. Ну, трансфобия, внутренняя трансфобия. Вот. И все те вопросы, на которые ты ищешь ответы, то есть, а что будет, если я буду менять пол? А как насчет низа? А как насчет секса? А как насчет партнера? А как насчет здоровья? А сколько они живут? А что там с гормонами? Если вы уже знаете про гормоны на тот момент. Потому что я не сразу знал про гормоны. Вот. И все эти вопросы вы себе сами наверняка задавали. Ну, я задавал. И эти же вопросы задают все другие трансфобы, хейтеры, родственники, партнеры и так далее. Просто вспомните себя, как-то вы задавали себе эти вопросы. И вспомните, какие ответы вам помогли. Ну, и наберитесь огромным количеством терпения, потому что никто, кроме вас, не знает, что такое гендерная дисфория. Вот. Все. Возвращаемся на нашу тему. Не знаешь, есть ли в Краснодаре клиники? Не знаю. Для операции по удалению груди. Конечно, не хотелось бы поехать в Москву. Нет, сори, я не знаю про Краснодар. Моя мама как-то назвала меня. Просто толстенький мальчик. О, круто. Это вообще уже очень клевое, как это называется, продвижение, прогресс. Почему вы перестали делать подкасты на канале? Они интересны. Подкасты? Какие подкасты? На канале, на ютубе? В смысле, там стримы? Я не перестал. Просто не всегда успеваю. Я стараюсь как минимум раз в неделю делать либо здесь стрим, либо на ютубе. Вы имеете в виду, типа, что-нибудь на тему саморазвития или что? Если да, да, я с удовольствием скоро снова буду что-то делать. Вообще, у меня столько новостей. Блин, у меня столько всего в жизни происходит. И вообще-то я с этого собирался начать стрим. А я этим закончу стрим. Расскажу вам в конце, сколько всего у меня, блин, происходит. У меня столько новостей. Жесть просто. Да, куча новых, классных новостей. Пожалуйста, напомни людям, чтобы стрим был стримом, самый лучший совет – это быть собой. Перейдите связки, милые связки. Да, лучше всего быть самим собой, конечно. Потому что, вообще, знаете, не только мы ищем себя. Мы, трансы, у нас на самом деле все намного легче. Нам легче понять, что счастье – это быть собой. Потому что настолько это явно, что мы пытаемся кого-то из себя состроить. А вы знаете, что, блин, все люди кого-то из себя строят. Все пытаются кого-то из себя изобразить. Все пытаются стремяться к каким-то идеалам. Каким-то, блин, я не знаю, нужно много зарабатывать денег. Нужно быть красивым. Нужно быть каким-то постоянно веселым. Нужно быть энергичным. Нужно быть спортивным. Нужно быть занимательным, юморным и так далее и тому подобное. Но на самом деле нужно быть собой. И самое интересное – это то, что ты и ты, да, ну что ты. Я когда громче говорю, она думает, что я на кого-нибудь ору. Я просто, как это, меня понесло. На самом деле именно вот ты такой уникальный человек, которого просто больше нет на всей планете. И если ты эту свою уникальность в себе найдешь и увидишь свою уникальность, свои пункты, в которых ты самый крутой, то этому нет замены. То есть ты будешь именно, ты будешь особенным, понимаешь? Каждый из нас особенный. Но когда мы пытаемся ухватить то тут, то там, то там, и повторяя за кем-то, пытаемся за чем-то угнаться, то мы перестаем быть аутентичными самими собой. И это касается просто всего. Нам, транс-людям, как бы немножко проще в том смысле, что мы думаем, что наше счастье будет только, когда мы станем вот в нашем желаемом гендере. Тогда сразу все раскроется для нас, все двери раскроются, все нас будут правильно воспринимать и так далее. Но на самом деле, вот, это у всех, и на самом деле это круто. Знаете, я вот недавно подумал, быть трансгендером, это... В этом очень есть огромный мегаплюс, что я просто... Меня судьба заставляет, моя жизнь заставляет меня заниматься саморазвитием, просто заставляет. То есть, если бы я просто родился в цистеле, то я бы принимала это как само собой разумеющееся. Так же, как я, как вы понимаете, принимаю это как само собой разумеющееся, что у меня, блин, есть две руки, две ноги, два глаза, два уха. Я вообще не задумываюсь над этим. Есть ведь люди, у которых не так, и они учатся видеть в этой жизни плюсы помимо вот тела, да. Вот. И мы тоже учимся. И это шанс, понимаете. Как и любая, знаете, любая стрессовая мысль, которая в течение дня может случиться, это всегда шанс для продвижения себя, для саморазвития. Я сейчас включаю опять коучинскую программу, но у меня сейчас мозг просто не может иначе думать, что круто, конечно. Да, вот, понесло меня. Это потому что кто-то сказал, что нужно напомнить людям, что быть собой это важно. Я в ТМ завтра иду на собеседование по работе, переживаю насчет документов, так как буду смотреть паспорт, будут смотреть паспорт, как на твой взгляд, объяснить им. Не переживай, будь собой. Да, ты трансгендер. Прими в себе трансгендера. У трансгендеров есть период жизни, когда они выглядят совершенно не в соответствии со своим самоощущением. Еще у трансгендеров есть период жизни, когда они выглядят в соответствии со своим самоощущением, но у них в паспорте не то написано, что им нужно, да, то есть, например, Ж вместо М. Это период, он пройдет, и все это часть тебя. Нужно, я считаю, нужно смотреть на свою жизнь, как на одно большое целое, с прошлым, настоящим и будущим. Это одно большое целое. Это ты, ты трансгендер, у тебя есть разные фазы в твоей жизни, и у тебя обязательно будет фаза в твоей жизни, когда все станет на место. И вот в этой фазе своей жизни, когда все станет на место, ты будешь невероятно самоуверенным и крутым таким чуваком, шагающим по миру, да. Но подумай, это тоже ты, это тот же ты, просто если ты возьмешь себя как одно большое целое в будущем, и в прошлом, и в настоящем, и схлопнешь, так сказать, время вместе, то ты можешь взять, так сказать, на прокат у себя будущего, ту самоуверенность, которая у тебя будет, и взять ее сейчас, и применить ее сейчас. Все. Ты транс. Ты транс был, ты транс есть, и ты транс, блин, будешь. И не надо с этим спорить, и не надо этого бояться. И поэтому все, кто на тебя как-то косо смотрят, это их проблемы, это отражение их заморочек, а не твоих. Ты такой. И если они тебя из-за этого не берут на работу, то пошли не нафиг. Это тогда не твои люди. Ты обязательно найдешь ту работу, где тебя возьмут и примут таким, какой ты есть. Главное, излучай самоуверенность и энтузиазм и желание работать. Они хотят работу. Они хотят, чтобы ты делал свою работу хорошо. И ты будешь ее делать хорошо, потому что ты ее умеешь делать. Но если они тебя будут помогать, ты ее не сможешь делать. Ну и зачем им ты, и зачем они тебе? Мяу. Вот. Мой максимум в отжиманиях от пола два раза. Потом умираю. Афирмации. Визуализации. Упражнения. Правильное питание. Отжимаюсь по проге с плей-маркета и норм. Не знаю прогу плей-маркета, но это наверняка что-то регулярное. Пышки-пончики без дырок. Пышки? Окей. Пышки. Там под тебя программа выстраивается. Ну есть всякие, знаете, это уже, да, приложения, где можно программы делать. Можно самому делать программу. По-моему, настолько гомофобно, что даже в фильмах называют геев не очень хорошими словами. Это твой шанс, это твой шанс всех этих геев называть хорошими словами, когда она их называет плохими словами, если, конечно, у тебя это не грозит каким-нибудь там, я не знаю, сильным спором с мамой. Но ты можешь своим примером показывать маме, что геи это окей, своим примером, в смысле говорить хорошо. Вообще, в принципе, если мы чего-то требуем от людей, или ожидаем, или желаем, или хотим, то мы можем это получить от них, только если мы своим примером покажем им, как это, что это возможно, что это реально. Можно хорошо относиться к геям, можно быть геем и счастливым человеком, можно быть трансом и счастливым человеком, семьянином и так далее и тому подобное. Можно быть трансгендером и счастливым быть на этой земле. Можно иметь же в паспорте, чувствовать себя как М и быть все равно счастливым. И это вообще-то относится совершенно ко всему, и не только к трансгендерности, но, не знаю, если вы хотите отчасти, человека, чтобы он был честен с вами, будьте честны с ним. Если вы хотите, чтобы он уважал вас, уважайте его, и в частности уважайте гомофобов, потому что они гомофобы, потому что они не информированы, они не могут быть не гомофобами, если мы их не будем информировать. С любовью, с принятием, а не с ненавистью. То есть, если ненависть, на ненависть отвечать ненавистью, да, тоже хейтом, то они, вы не даете им шанса исправиться. То есть, ну, как бы, да. Вот. Продолжим. А мы можем познакомиться? Не знаю. Знакомьтесь, я вот. Недавно спрашивал учителей, как они относятся к ЛГБТ. Они сначала нормальными были, а потом у них начало гореть. Ну, это их неосведомленность. Неосведомленность. То, что, если у человека, у людей горит, то у них проблемы, какие-то свои проблемы. И не надо над ними смеяться, не надо из-за этого ненавидеть или обвинять. Просто, знаете, у них, они не в гармонии с собой в какой-то степени, по каким-то, в каких-то вопросах, по каким-то проблемам, по каким-то причинам. И это окей. Наш мир так устроен. И мы его делаем лучше. Добрый вечер, Дмитрий. Добрый вечер. Как самочувствие? Замечательно сегодня. Сегодня, в конце этого стрима, у нас будет, наконец-то, снова репетиция с Дашей, с моей группой. Ну, моя группа состоит из меня, Даши и Айки. Вот. И сегодня Айки не может, я так понимаю. Но с Дашей мы встретимся и поиграем снова. Приходите на наш канал, Never Heard of Sexy Snacks. Может быть, что-нибудь сыграем сегодня. Мы так давно не выходили в эфир. Вот. Если интересно, тогда придем тоже. Вот. Сыграем, может быть, одну песенку. Или две. Как помочь мастеру перебороть дисфорию? Любить и принимать его, выслушивать его, обнимать его, целовать. Только что была пауза почему-то. Технические неполадки. Вот. Не стоит фокусировать на этом внимание. Опять-таки, самооценка, самоуверенность. Я крутой. Я сильный, большой, здоровый. Я мужик. Идешь самоуверенный. И намного меньше вероятность будет, что нападут. В последнее время у меня просто нереальная дисфория. Но я очень... Короче, в итоге я читаю ваши комментарии. Их еще очень много. О-о. Ну, хорошо. У меня просто нереальная дисфория. Но я очень стараюсь отпокаивать себя. Но из-за этого, если я срываюсь, то срываюсь сильно. В такие моменты каждая мелочь меня готова убить. Я очень советую метод Байрон Кейти. О котором я говорю в своих видео. Когда ты можешь взять и написать на бумаге. Изложить всю свою дисфорию на бумагу. И написать, например... Попробуй, если, например, касается чего-то внешнего. Внешних людей. Кто-то там тебя нагрубил. Или что. Например, ты говоришь, в какие-то моменты каждая мелочь готова меня убить. Но ты не говоришь, что это другой человек. Но если это другой человек, с этим немножко проще написать, например, что он там сказал и так далее. И как это тебя дисфорит и почему. Чего ты ожидаешь от него. Вот. И потом разобрать это четырьмя вопросами и переворотом по Байрон Кейти. Очень круто помогает. Я сейчас работаю над каждой своей такой вот стрессовой мыслью. И правда помогает. Я уверен, что это работает. То есть я вижу по себе, что это работает и на гендерную дисфорию. И да, она может продолжаться даже, когда выглядишь уже полностью в желаемом облике. Так что работа всегда есть над чем. Заморочки всегда могут быть. Какие-то свои тараканы, какая-то неверенность тебе и так далее. И над всем этим мы можем работать. Тем не менее, я чувствую себя все лучше и лучше. Это замечательно. Спасибо за ответ. Пожалуйста. Какой ЛГБТ-фильм можешь посоветовать посмотреть с мамой? Ох. Я не знаю. Ну, посмотри я... Не знаю. Может кто-нибудь другой посоветует. Я сейчас не знаю. Мне ничего в голову не приходит. ЛГБТ-фильм посмотреть с мамой. Как бы, ну, не надо смотреть тяжелые фильмы. Не надо смотреть бой... Ну, парни не плачут. Не надо смотреть фильмы, где плохой конец. Лучше смотреть позитивные фильмы. Ромеус, кажется, есть фильм про двух парней. Ну, про транс-парня и парня-гея. Неплохой. Немецкий, кстати. Дима, я очень благодарна тебе, что ты предлагаешь, что ты делаешь подобный трог на русскую аудиторию. Здорово. Спасибо. Привет, Дима. Как дела? Как сын? Отлично. Отлично. Спасибо. Катя ушла с ним тусить, гулять к знакомым. Поэтому сейчас тишина. И могу спокойно делать стрим и потом репетировать. Спасибо тебе за такое количество позитива. Пожалуйста. В последнее время вытягиваю реальность только благодаря твоей заразительной жизнерадостности. Реальность – это то, с чем не надо спорить. Реальность мы не можем изменить. Так же, как мы не можем изменить других людей. Мы можем их только принять. И чем меньше мы сопротивляемся реальности и тому, что делают другие люди, тем легче нам. Хочу задать вопрос по мастектомии. Ну, окей, давайте. Как часто после операции нужно делать коррекцию? И можно ли ее не делать, коррекцию? Ну, можно, конечно. Это же зависит от того, какой у вас исходник. Какая была операция? Кто был хирург? Как получилось? Исковеркали вам грудь или сделали сразу неплохо? Какие у вас ожидания? Важно ли вам, чтобы просто было плоско? Либо важно вам, чтобы было прямо суперидеально? Некоторые хирурги делают за один раз суперкруто, если бы был маленький исходник. Если бы был большой исходник, может быть, тоже суперкруто сделать, но с большими разрезами. Есть люди, которые никогда недовольны, хоть, блин, сколько операций делают. Поэтому я не могу так поушально ответить на этот вопрос. Дима, ты потрясающий человек. Спасибо. Это ваш взгляд на меня. Но мне очень приятно, конечно, слышать это. Так же, как, знаете, когда кто-то хейтит, говорит, ты просто отвратительный человек. Я скажу, ну окей, это ваш взгляд на меня. И я могу допустить в себя, так сказать, это, или могу не пускать. Конечно, приятные комплименты я принимаю. Спасибо. У меня вопрос. Гормоны влияют как-то на здоровье? Гормоны влияют... Гормоны сами по себе не оказывают негативный эффект на здоровье. Но! Потому что гормоны это что-то, что нам нужно. Гормоны управляют нашей жизнью. Как женские, так и мужские. Я упрощенно говорю, я извиняюсь и надеюсь, не задевая ни чьи чувства. Всегда чьи-то чувства задеваются. Но ладно, короче. Итак, гормоны нужны. Гормоны управляют нашим настроением, они управляют нашим сном, они управляют нашим секс-драйвом, они управляют упругостью наших мышц, костей и так далее и тому подобное. Поэтому гормоны сами по себе не влияют негативно на здоровье. Но если вы на ЗГТ, то вы вводите гормоны в свой организм искусственным образом. Они не вырабатываются в вашем теле, вашим телом. Они вкалываются, например, инъекциями, да, или вы там втираете гель и так далее. Вот. И вот тут начинаются эти, как это сказать, сейчас скажу, челлендж для вашего организма, да. Когда вы вкалываете какой-то препарат в организм, он должен пройти через печень. Печень должна его переработать и тра-ля-ля-ля-ля, короче, работает организм, соответственно, ну, что-то он принимает на себя, да, так сказать. Вот. Но когда вы пьете пиво или курите сигарету, блин, это вообще просто сущий яд. Вы зачем это делаете? Потому что вы хотите какой-то эффект. Соответственно, когда мы колем тестостерон, мы хотим эффект, мы хотим борду и так далее. Ну, сами понимаете, что мы хотим. Вот. Поэтому просто нужно принять, что есть и даунсайд, так сказать, от гормонов, такой же, как и от каких-то любых других препаратов, которые извне приходят. То есть, соответственно, есть побочки, побочные действия, вне того, что это искусным образом вносится в ваш организм. Побочные действия могут быть такие, какие есть в принципе от тестостерона, как от гормона. То есть, какое-то время, пока устанавливается, да, уровень тестостерона, у вас будут такие вещи, как у тинейджеров бывает, прыщи, сверхсильное потовыделение, может быть, бессонные ночи, то есть, потому что пока что гормоны не могут остановиться. Так, поэтому это не тестостерона, а от уровня гормона, да, сорян. Вот. От самого тестостерона могут быть именно, да, вот это, пот, прыщи, более высокий пульс, более высокое давление, более высокий холестерин, более высокое количество красных телец в крови. Но это все то, что есть и у цис-мужчин, и это то, от чего повышается риск сердечно-сосудистых заболеваний. Это то, почему мужики живут меньше, чем женщины. И это то, что я принимаю, потому что я мужик. Йоу. Все. Я тут недавно был у врача, два дня назад, и снова сдал кровь, потому что как раз прошло две недели после моего укола Нибидо. Вот. Тут тоже нужно знать, что Нибидо – это такая тема, которая на 12 недель примерно колется, и она так поднимается высоко, и потом держится, ну, потом чуть-чуть так опускается, и медленно-медленно-медленно опускается. И вот на две недели, примерно на две недели, тут пик, так сказать, у Нибидо. И вот я сейчас хочу померить, какой пик, потому что некоторые спрашивают, что вот, может быть, там пик мега огромный, 70 наномоль на литр. Нет. Скорее всего, нет. Но я сейчас удостоверюсь и сделаю об этом видео. Вот. А есть гормоны типа амнодрен, там, траляляс, устанон, двухнедельные, трехнедельные инъекции, у которых пик намного выше, и, то есть, там, такие горки получаются, да. Это чуток похуже для организма, чем Нибидо, но тоже неплохо, потому что, ну, там, соответственно, ты делаешь инъекцию, потом ты делаешь новую инъекцию, не надо давать полностью падать. Вот. Но не чаще, чем каждые недели, короче. Что-то у меня несло. Это я ответил на вопрос, как влияет гормоны на здоровье. Как называется канал, где вы собираетесь? Собираемся? Я собираюсь на канале Ти Тайм. Т пробел тайм. Время. Ти точка Т точка. Буква Т. Тестостерон. И тайм. Время. Приходите, у меня там много-много-много видео. И там я буду иногда периодически еще делать стримы. Просто, понимаете, на Инстаграме так легко сделать стрим. Просто хоп, включил, и вот он стрим. А на Ютубе сложно, ужас сложно. Сейчас вообще с телефона еще можно на Ютубе вообще-то стрим делать? У меня что-то не получалось в последнее время. Там только через программу, по-моему, нужно было. И вот все вот это устанавливать, что-то как-то сложно. Ну да. Училка... А сколько времени вообще? Ух-ух-ух, 40 минут. О, все, уже закругляемся, ребят. Потому что я еще вам новости хотел рассказать. Сколько тут еще вы написали? Так много? Так, училка по обществу... Больше не пишите пока. По обществу знаниям сказала, что это дело каждого. И что в России не нужны права для ЛГБТ. Но я так не считаю. Права нужны всем. Давайте отменим права... Просто отдельным, я не знаю, учителям. Ну да. Конечно, права нужны всем. Так. Я надеюсь, что уже не зависло. Ага, все уже заработало, все норм, эфир возобновился. Кажется, я опоздал. Очень сильно задерживаюсь, что тут читаю ваше сообщение. Вы говорили? Так. Так. Я надеюсь, что эфир не сильно застрял. И вы услышали ответы. Я смотрел один фильм с мамой. История Алекс Купер. Или что-то вроде того. Интересный фильм. Ок. Хочу после колледжа пойти в университет. И тогда начать в ЗГТ. Боюсь, домой больше не вернусь. Не переживай. Все будет хорошо. Получились вкусные печеньки. Я тоже хочу печеньки. Присылай. Почему врачи говорят, что фаллопластика дается очень болезненно? Ходить в туалет, например. То есть возможность, что не уживется. Потому что есть возможность, что не уживется. И потому что многим болезненно ходить в туалет какое-то время. По крайней мере, мне до буквально реально где-то месяца два назад все еще было больно. Пекло. Потому что все должно зажить. Любая рана заживает очень, ну как, где-то полгода как минимум. Рана в смысле, когда шрам, ткани разрезанные, сшитые. Вот. Да. Фаллопластика это очень тяжелая вещь. И я об этом еще буду делать стрим. В скором времени будет стрим с Меншиковым. Это такой врач-хирург в Москве. Он делает методию пластику. Так, сейчас не задавайте об этом вопросы, иначе я не успею вообще ничего. Возьму ли меня правоохранительную деятельность, если буду колоть гормоны? Как думаешь? Ну почему же нет? Конечно, возьму. Если получишь справку и сменишь документы, то можешь забыть про правоохранительные органы. Ну не знаю. Дима, как смысл сидеть в Инстаграм? Что? Кажется, я дошел до самого низа. Господи, аллилуйя. Все, подождите. Не пишите ничего, кроме слов благодарности и любви. Я сейчас вам расскажу мои новости. У меня столько новостей. Я сейчас уложусь в две минуты и расскажу вам мои новости. Итак, во-первых, я сейчас нашел человека, это Катя, не моя жена, который делает мне сайт. Большое спасибо. Катя также делает все обложки к моим видео, поэтому все будет супер-пупер зашибись. Я наложил, заложил, блин, как это называется? В общем, я купил себе ДМЕН. У меня теперь есть свой сайт, и я очень-очень рад этому. Я его купил уже в октябре и начал там разбираться. Это все стоило мне тысячу часов моего времени, сил и энергии, и это было супер-круто. Но сейчас больше сил и энергии нет, поэтому здорово, что Катя мне помогает делать сайт. И скоро он будет запущен. Ну, то есть он уже запущен, но пока что я вам его не скажу, как он называется, потому что пока что там очень интересно. Вот. Это первая супер-новость. Следующая супер-новость. Я делаю курс, коучинг-курс для транс-мужчин в первую очередь. Я думаю, что он и для транс-женщин замечательно будет подходить. Я пока что еще его не целиком продумал. Он будет для работы мозгом, с мозгом, для саморазвития, для того, чтобы избавиться, блин, от этой чертовой гендерной дисфории. Дело в том, что гендерная дисфория происходит у нас в голове. И, конечно, конечно, с ней можно и нужно, но не всем возможно, бороться за ГТ. И за ГТ очень помогает, но не решает все проблемы. Поэтому я собираюсь разработать наимощнейший, мощнейший, наикрутейший, наимощнейший коучинг-курс, который сначала будет по очень доступным ценам, но он вообще-то стоимостью будет такой, которой, в принципе, такие курсы и бывают. Это будет шестинедельный или шестимодульный, по крайней мере, курс с упражнениями. Он будет состоять из видео и с упражнениями, и с фидбэком, с... Воу, это Даша пришла. С возможностью со мной поговорить. И я буду вас сопровождать по моему курсу. Сейчас я вас позвоню со мной и открою Даши дверь. Оп. Так, мы с вами уже закругляемся. Так. Тоже откроем дверь. Сейчас Даша придет. Тра-ля-ля-ля-ля. Вот. Курс будет подешевле. И на какое-то короткое время, а потом... Будет нормальная цена. Вот пока что я еще не знаю, какая цена, потому что я еще не сделал курс. Но я буду держать вас в курсе курса. Димочка, привет. Первый раз на тебя вижу. В инсте ты шикарный. Спасибо. Рада, что ты счастлив и радуйся жизни. Я твой кумир. Дима, ответь. Я буду счастлив. То чувство, когда сам ФТМ и влюбился в Диму кекс. А в смысле что ответить? Наверное, уже ответил. Вот. Еще у меня есть новость. Какая? Так, сайт, курсы. Курс. Забыл. Выращивай последнее слово. Дима, баферинг. Не знаю. Я забыл. Я забыл все свои хорошие новости. В общем, да. Все у меня хорошо. Сейчас мы с Дашей будем репетировать. Приходите на Never Heard of Sexy Snacks. И там мы выйдем в прямой эфир. Наверное. Если вы придете. Да, спасибо. Всем пока. Хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok